Добрый вечер! В эфире Вести Магнитогорск в студии Иван Погорелов. Коротко о главных новостях на сегодня. Свой срок, как вновь, предстанет перед судом. Любовь к кинематографу может стоить заключенному до 12 лет лишения свободы. Заключенный напал на надзирателя из-за изъятого в ходе обыска DVD-плеера. Выборы в 142-м микрорайоне не положили конец конфликту двух управляющих компаний. Проигравшая сторона продолжает бороться за потребителя. Теперь ремонт и благоустройство здесь начали вести сразу две управляющие компании. Как заманить медиков на работу? Таким вопросом задалась общественная палата Магнитогорска в связи с острой нехваткой персонала. Каждое второе место вакантно. Укомплектованность городских больниц составляет менее 50%. Сегодня в городской администрации прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета совместно с ГУ МВД по Челябинской области проводили выемку документов в Комитете по управлению имуществом и земельными отношениями. О том, что в здании администрации Магнитогорска проводятся оперативные действия, стало известно из источников, близких к мэрии. Представители силовых структур интересуют обстоятельства приобретения земельного участка в центре города под строительство торгового центра. Примечательно, что этот бизнес-проект реализуют два депутата Законодательного собрания Челябинской области. По данным информационных агентств, в деле о мошенничестве с землей фигурируют фамилии Сергея Евстигнеева и Олега Назарова. По некоторым данным, народные избранники по поддельным документам оформили право собственности на несуществующее здание общественно-делового центра напротив Дворца спорта имени Рамазана по проспекту Ленина. Далее они обратились в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям и купили землю под объектом за 600 тысяч рублей, который на самом деле оценивается в 7 миллионов рублей. Сотрудники Следственного комитета изъяли всю необходимую документацию. В ближайшее время правоохранительные органы намерены предъявить обвинение фигурантам коррупционного дела. Ксения Перчаткина, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Битва за потребителя не закончена. После выборов управляющей компанией в 142 микрорайоне жителям восьми домов по-прежнему приходят по две квитанции. Проигравшая компания не согласна с исходом голосования. Со слов жителей, их продолжают агитировать и пытаются переманить обратно. А кроме того, бывшая управляющая компания продолжает благоустраивать территорию и ремонтировать подъезды. Повезло жителям дома 50-летия Магнитки 52-2. Благоустройством их дома и территории занимаются сразу две управляющие компании. В подъезде данного дома произвели ремонт управляющей компанией ЖРЭО «Горда Матогорска», которым декором является Теплых. Дом находится под правильной компанией нашей ЖРЭО номер 2 «Горда Матогорска». Напомню, после апрельских выборов 8 домов 142 микрорайона отошли управляющей компанией ЖРЭО номер 2 «Магнитогорска», которая была создана по инициативе администрации города. До этого они находились в ведомстве организации под руководством Алексея Якушева. В нашем доме, например, текут крыши. За время работы управляющей компанией под руководством Якушева никаких работ не было произведено. То есть жалобы от жильцов продолжаются и по сегодняшней, в смысле мы жалуемся по сегодняшний день. Нам сейчас новая компания до середины июля пообещала отремонтировать крышу. Теперь конкурирующую компанию возглавил преемник Якушева Дмитрий Теплых. По словам жителей, он и его команда до сих пор не могут оставить в покое бывших клиентов. Он сам лично выбрал бумажку, написал, что у нас председатель такая-то Коровина, 124-й квартире живет. Она ко всем в квартиру, хоть договора заключайте только с Теплых. Принесли нам бумажки, что вы должны, вы задолжники, будем подавать в суд. А пока в судебных тяжбах погряз бывший директор ЖУ-2 Алексей Якушев. Его обвиняют в причинении ущерба на 70 миллионов рублей ресурсоснабжающим и коммунальным организациям обманным путем. В ближайшее время экс-руководитель управляющей компании, которая стала банкротом, а ныне главный инженер основанного на ее базе ЖУ города Магнитогорска, предстанет перед судом. Но, тем не менее, компания ЖУ города Магнитогорска, председатель является Теплых Дмитрий Анатольевич, с этим решением не согласен, продолжает ходить по квартирам, по домам, которые находятся в нашем управлении в частности, выпускает свои квитанции, подписывает договора, с чем совершает предуправленные действия. А пока одна управляющая компания планирует ремонт крыши благоустройства площадок, а другая продолжает ремонт и в подъездах, жители по-прежнему получают две квитанции. За двойную заботу предлагают платить вдвойне Юлия Черешнева, Евгений Грудев, Вести Магнитогорск. Нет специалистов, зато есть очереди. В Магнитогорске не хватает медиков. Недокомплект врачей в городе чуть более 50%. Причем сейчас требуются не только узкие специалисты, эндокринологи, реаниматологи. Не хватает также и терапевтов. К решению проблемы уже подключилась общественная палата Магнитогорска. Чем заманить врача в нашем материале? Я к Голозном укажу уже всю неделю. Все время столько народу, все время. Ну а что? Ну просто нужно специалиста больше и все. Очередя везде. Возможно заработная плата, возможно. Поэтому такие очередя специалистов не хватает. Мало кто идет из молодежи учиться. Еще меньше идут муниципальные больницы. Поэтому очереди, ограниченное количество талонов и запись к врачу, которые приходится ждать не один месяц – стандартная ситуация практически во всех лечебницах Магнитогорска. Сегодня в кабинете главного врача Первой городской больницы внеочередное совещание общественной палаты. Главный вопрос – как привлечь врачей? В первую очередь это уровень заработной платы. Мы достигли всех тех показателей, которые определенно указаны президентом Российской Федерации. В настоящее время средняя заработная плата врача составляет около 42 тысяч рублей. И даже при этом штат врачей одной из старейших больниц города укомплектован лишь наполовину. Не хватает даже терапевтов, не говоря про реаниматологов, эндокринологов. Асель Хамитова работает врачом-инфекционистом меньше года. При этом 25-летняя девушка родилась в Казахстане, медуниверситет окончила в Челябинске и прямиком в Магнит. Сейчас живу на съемной квартире, квартиру оплачивает больница. То есть в дальнейшем жду получения своего уже служебного жилья, чтобы не жить на съеме. За три года служебное жилье получили 10 врачей больницы. Это очень мало, если учитывать, что нуждаются в нем не только молодые специалисты, но и имеющие большой стаж за плечами. Помочь в решении этой проблемы могут общественники. Конечно, менее половины укомплектованности – это очень плохо. Поэтому мы сейчас пытаемся достучаться не только до муниципалитета, но и до областной власти. Возможно, даже до федеральной, через свои возможности общественной палаты, для того, чтобы эту проблему решить, эту квоту жилья служебного расширить. Еще один выход – целевой набор абитуриентов в медицинские вузы. Уже второй год магнитка отправляет своих сынов. Вернуться ли – пока вопрос. Поэтому заместитель председателя общественной палаты Павел Верстов уверен, решение квартирного вопроса медиков станет частью решения вопроса нехватки кадров в больницах Магнитогорска. Анастасия Ишменева, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Магнитогорские выпускники сегодня сдавали единый государственный экзамен по математике. В городе были открыты семь пунктов, куда с самого утра начали подтягиваться вчерашние школьники. Формулу успеха при сдаче ЕГЭ по математике у специалистов выведала и Анастасия Ишменева. Сегодня магнитогорские школьники сдавали последний обязательный единый государственный экзамен математику. Причем впервые в этом году в России предмет тестировали по двум уровням и сдавали соответственно в разные дни. 1 июня школьники тестировали свои знания по базому уровню, сегодня по профильному. На семи пунктах сдачи ЕГЭ, которые сегодня открылись в Магнитогорске, должны были появиться 1215 школьников. В школе номер 25, где мы сегодня оказались, к экзамену были допущены чуть более 200. Все ребята прошли обязательную процедуру, проверку на металлодетекторе и только потом были допущены в классы, которые, кстати, тоже оборудованы видеонаблюдением. За партами школьникам придется провести в ближайшие 4 часа, именно столько дается на решение 21 задания. Существенное различие этих двух уровней математики в том, что те ребята, которые будут поступать в ВУЗы и в данных ВУЗах требуются вступительные, вернее, испытания по математике, они, конечно, выберут профильную математику. Базовая математика нужна только тем детям, которые не идут в ВУЗ, то есть которым необходимо получить только аттестат. Я сейчас даю профильную математику, я собираюсь поступать в Нижний Новгород, на факультет ядерной физики, и мне нужна математика, ну именно в профильном уровне. Как сообщила нам член государственной экзаменационной комиссии, в базовом уровне, решая задание, школьники должны были показать практическое применение математики в жизни. Все помнят задание по типу из точки А в точку Б. При этом подробного решения давать было не обязательно, а главное – правильный ответ. В профильном уровне все наоборот, здесь содержались задания повышенной сложности. Еще одно принципиальное отличие – базовый уровень оценивался по пятибальной шкале, профильной по стубальной. Сколько набрали магнитогорские школьники, мы сможем узнать только через 10 дней. Анастасия Ишменева, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Один из лучших детских оздоровительных лагерей Магнитогорского металлургического комбината «Горное ущелье» отмечает свое 60-летие. В 1955 году заводской комитет магнитки постановил построить на территории Башкирии «Комсомольский оздоровительный лагерь». В том же году комплекс, состоявший из столовой, бани, спортплощадки, жилого корпуса и 30 палаток, принял 300 старшеклассников. В 60-х годах «Горное ущелье» стало лучшим в Челябинской области – пионерским лагерем. Этим летом здесь отдохнут 4500 юных магнитогорцев. Цена путевки для работников комбината – 8500 рублей, при полной стоимости – 25000. В эфире «Вести Магнитогорск». Мы продолжаем. До 12 лет лишения свободы за изъятый при обыске DVD-плеер. Заключенный магнитогорской колонии не успел до конца отбыть сурок, как снова предстанет перед судом за нападение на надзирателя. Игорь Болонин подробнее. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Из него следует, что у 37-летнего заключенного магнитогорской колонии во время обыска изъяли запрещенный уставом предмет, а именно DVD-плеер. Тот в отместку выдернул из кровати железную дужку и нанес ей удар по голове надзирателя. Позже врачи диагностировали у сотрудника колонии закрытую черепно-мозговую травму. А следователи квалифицировали действия арестанта не иначе, как нанесение вреда здоровью средней тяжести. Данному лицу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренном честью 3 статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвиняемый отбывает наказание в исправительной колонии за совершение тяжких преступлений. Является особо опасным рецидивистом. Отметим, что это не первый случай нападения на сотрудника магнитогорской колонии. В прошлом году один из заключенных, у которого изъяли сотовый телефон, бросился на надзирателя с ножом, однако его вовремя обезвредили. Позже суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Игорь Болонин, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. На 25-30% повысили затраты на нынешнюю пассивную кампанию в Агаповском районе. Объясняется это в первую очередь тем, что увеличились цены на зерновой материал и гербициды. Из-за дождей уже наметилось 10-дневное отставание от обычных сроков начала сельскохозяйственных работ. Считаем, что на пассивные работы мы затратим около 0,07 миллионов рублей. На 3 июня у нас посеяно по району 78% площадей. Это 86,5 тысяч гектар. Но обычно год всегда считается благоприятным, когда осадки выпадают в конец мая и где-то в первую половину июня. После пятилетней засухи хлеборобы Агаповского района надеются в этом году наконец-то получить достойный урожай. Предпосылки для этого есть. Практически все работы в пассивную сразу ведутся за счет заемных средств. Фермерам удалось получить достаточно выгодные кредиты. При обильном урожае Агапромышленный комплекс района сумеет расплатиться с долгами и получить прибыль. Фермер на миллион. В Челябинске лучшие сельхозпроизводители области получили солидные гранты. Животноводство и растениеводство – вот основные направления деятельности сельских предпринимателей. Их отобрали в рамках программы «Начинающий фермер». Подробнее о программе и на что планируют потратить миллион сельхозпроизводители расскажет Артем Мартышов. Стоимость вот этих же ребят уже идет от 80 до 120 тысяч. Юрий Кресников, фермер из Уйского района, показывает свое хозяйство, которым занимается с 2009 года. Рассказывает, лошади – самые непритязательные в содержании и разведении животные. Меньше всех затраты самые приспособленные лошади – это, конечно, вот эта башкирская порода. Свой проект по разведению лошадей Юрий представил в областной минсельхоз и выиграл грант по программе «Начинающий фермер». На полученный миллион двести планируют перестроить конюшню, приобрести несколько башкирских лошадей. Ну, в перспективе хочу заняться все-таки кумыс делать. Потому что сейчас как-то все это завяло и мало, а в общем-то люди спрашивают. Таких, как Юрий, сельхозпроизводители из аграрных районов области, в этом году на участие в программе «Начинающий фермер» заявилось 78. Цифра рекордная для нашего региона, поэтому областной минсельхоз обратился в Минсельхоз России с предложением с повторным проведением конкурса. А пока 21 фермер уже получили заветные гранты на развитие. То, что касается вот этого конкурса, значит, там речь идет о 25 миллионах рублей. А в целом на развитие малых форм хозяйствования, учитывая другие программы, тратится более 300 миллионов рублей. Чтобы получить финансирование в ходе конкурса, фермер должен защитить бизнес-план и гарантировать целевое использование средств. Среди победителей программы «Начинающий фермер» в этом году 14 предприятий животноводческие, остальные занимаются растеневодством. Артем Иртышев, Николай Махиня, Вести Южный Урал. Спорт закаляет дух и характер, но для юных атлетов необходимо создать условия для тренировок и соревнований. В пресс-центре ГТРК «Южный Урал» подвели итоги первого турнира по боксу на призы нашей телерадиокомпании. Алексей Саночкин продолжит тему. Отгремели звуки финального гонга и спортсмены покинули ринг. Настало время подводить итоги и смаковать лучшие моменты турнира на призы гостей радиокомпании «Южный Урал». Первый блин комом не вышел. За три дня соревнований на ринге встретились почти 200 ребят со всего Челябинска. Своих обладателей нашли 55 комплектов наград. Базой для спорта высшего достижения как раз и является высокопрофессионально организованный любительский спорт, причем массовый. Чем больше у нас будет подобных турниров, тем ярче будут гореть наши спортивные звезды. Если в советские годы детские турниры по боксу в Челябинске проводились почти каждую неделю, то сейчас такой завидной регулярности нет. Президент спортивного клуба «Урал» Евгений Вайнштейн намерен вернуть былые традиции, поддерживая бокс во всех его проявлениях. Особый акцент не только на детском боксе. «Южный Уральцы добиваются успехов и на профессиональном ринге». «18 июля в Макао Шафиков Денис из города Мясо проводят бой за звание чемпиона мира среди профессионалов. Это такой же бы у нас был чемпион города, области, чемпион России был по юношам». Организаторы турнира по боксу среди юношей на призы ГТРК «Южный Урал» уверены, соревнования станут ежегодными и еще более масштабными с привлечением женского боксерского десанта. Положительный эффект от турнира уже налицо. В спортшколе «Алмаз» выстраивается очередь из будущих чемпионов. «У нас набор в основном идет август-сентябрь. Но сейчас уже дети, конец учебного года, а дети начали подходить. Вот Евгений Фремович говорил, что было много болельщиков, родители уже начинают подходить, братья младшие, сестры, тех ребят, которые выступали». Не исключено, что уже в 2016 году основным спонсором турнира по боксу станет сеть стоматологических клиник «Атисфабер». Ее генеральный директор Ольга Доставалова будет ежегодно вручать один из призов за волю к победе. А в планах ГТРК «Южный Урал» максимально освещать спортивные события любого уровня. Уже в этом году наша телерадиокомпания запустит круглосуточный региональный телеканал и спорта в эфире будет еще больше. Алексей Саночкин, «Вести», «Южный Урал». Пятого июня синоптики обещают. В Фершампенуазе ночью 12, днем 25 градусов тепла. В Кизильском воздух прогреется ночью до плюс 15, днем до плюс 25. В Верхнеуральске ночью 11, днем 23-25 градусов выше нуля. В Новообзаково ожидается ночью до плюс 12, днем до плюс 24. В Магнитогорске без осадков ночью 12, днем 24-26 градусов тепла. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова